Старинов Илья Григорьевич. С именем этого легендарного человека связан огромный период в истории нашего государства. Именно те ее страницы, которые вмещают в себя события, начинающиеся со смутного времени гражданской войны и заканчивающиеся днями двадцатого столетия. И действительно, Илья Григорьевич – ровесник двадцатого века. За свою вековую жизнь он успел стать настоящей легендой, благодаря своему труду и талантам, о чем и говорят приписываемые ему прозвища – лучший диверсант двадцатого века, гений минной войны, личный враг Гитлера. О человеке судят по его врагам – бог диверсий, дедушка русского спецназа. Еще до начала Великой Отечественной он прошел огромную школьную школу не только на полях сражений гражданской войны в России, но и за ее пределами. А именно, он был непосредственным участником гражданской войны в Испании, куда его отправили в 1936 году для обучения взрывному делу испанских партизан. Потом была советско-финская война, в которой финны широко использовали минное заграждение. А кому, как непризнанному взрывнику-диверсанту, проще в этих заграждениях разобраться? И вот начало войны с гитлеровской Германией, и диверсионный талант подрывника опять пригодился. 28 июня 1941 года Старинова Илью Григорьевича назначают начальником оперативной группы заграждений Западного фронта. Его знания и умения очень пригодились стране. Он многое сделал для восстановления партизанско-диверсионной базы, основы которой он лично закладывал в начале 1930-х для подготовки специалистов и организации диверсионных операций. Во время Большой войны он чувствовал себя как рыба в воде. Впервые в истории диверсионных войн Старинов применил на практике радиоуправляемое взрывное устройство в самом начале Великой Отечественной войны, подняв на воздух целиком штаб 68-й пехотной дивизии Вермахта во главе с генерал-ретенантом Георгом фон Брауном, который находился в то время в оккупированном немцами Харькове. Именно после этой проведенной блестящей операции Гитлер объявил его своим личным врагом и назначил за голову советского диверсанта баснословную сумму – 200 тысяч рейхсмарок. Это примерно, как сейчас, почти полтора миллиона долларов. Интересен тот факт, что при проведении этой харьковской диверсионно-саперной операции Старинову оказывали помощь испанцы, которых он обучал еще во время войны в Испании. После победы там фашистов они выехали в Советский Союз, работали на заводах Харькова. С началом войны Старинов принял испанцев в инженерные войска, где они прослужили под его командованием до конца войны. За первые два года войны при личном участии Старинова было взорвано более 250 мостов, несколько десятков складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, пущено под откос более 200 железнодорожных составов. В конце февраля 1942 года диверсанты Старинова во время одного из своих рейдов в тыл противника захватили важные документы, в которых были чертежи разработок ядерного оружия. Так впервые советское правительство узнало о новом сверхоружии, разработкой которого уже занималась гитлеровская Германия. В августе 1942 года Илья Григорьевич был назначен начальником высшей оперативной школы особого назначения центрального штаба партизанского движения. Эта школа готовила специалистов и командиров высшего класса, а также планировала операции и испытывала новую диверсионную технику. Выученные Стариновым диверсанты уже в 1943 году уничтожили более 3,5 тысяч железнодорожных эшелонов врага. В 1944 году Старинов принял руководство по созданию партизанских формирований и подготовке кадров для ведения диверсионной войны за границей. Сколько партизан-диверсантов в годы войны было подготовлено Стариновым, трудно подсчитать. По самым скромным оценкам речь идет о пяти тысячах человек. Ученики Старинова, среди которых были не только советские граждане, но и испанцы, югославы, поляки, становились героями, генералами, а про их учителя, все так же носившего погоны полковника, знал лишь узкий круг посвященных. Особый интерес представляют многочисленные технические разработки Ильи Григорьевича по созданию новых видов мин, которые широко использовались советскими войсками. К их числу относятся поездные мины Старинова, мгновенного и замедленного действия, с помощью которых Красной Армией было пущено под откос более 12 тысяч эшелонов врага. Закончил войну полковник Старинов в Германии, где занимался разминированием автомобильных и железных дорог. Ну а дальше он снова вернулся к преподаванию, готовя специалистов по диверсионным и контрдиверсионным операциям уже с учетом опыта Великой Отечественной войны. Официально Илья Григорьевич ушел в отставку в 1956 году, но деятельность по своей специальности не прекращал. В 1964 году был назначен на должность преподавателя тактики диверсий на курсах усовершенствования офицерского состава. В будущем выпускники этих курсов составят основу знаменитых групп спецназа «Вымпел», «Каскад», «Зенит». Более 20 лет он преподавал в высших учебных заведениях КГБ. Спецназовцы всех силовых ведомств страны будут уважительно называть его дедом. Задолго до сегодняшнего дня Старинов в своей работе «Партизанская война» написал, что современные вооруженные конфликты будут проходить в форме локальных столкновений с преобладанием тактики партизанских действий. Во время первой чеченской кампании Старинов, которому было уже за 90 лет, резко критиковал действия федеральных сил, обращая внимание, что против террористов не используются те наработки, которые были созданы за несколько десятилетий. Только посвященные знали, что дед буквально до мелочей прорабатывал пламы разгрома банд Хаттаба, Басаева и Радуева на основе своего собственного опыта. Но эти предложения так и остались невостребованы. Илья Григорьевич Старинов умер 18 ноября 2000 года, на 101-м году жизни. На его похороны на Троекуровском кладбище собрался весь цвет отечественного спецназа, известные и неизвестные герои нашей Родины. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!